И вот последняя информация о состоянии пострадавших. Готов поделиться нашим латинский корреспондентом Владимир Буфкинс. Он на прямой связи со студией. Владимир, здравствуйте. Что нового к этому часу? Здравствуйте. В настоящий момент в здании Акимата города Алма-Аты прошло, завершилось уже экстренное заседание с участием вице-министра здравоохранения, где были подведены предварительные итоги того, чем, собственно говоря, закончилась эта трагедия. И повезло, собственно говоря, 47 пассажирам. Главным образом потому, что, как об этом говорили специалисты, в топливо не вспыхнуло, не успело вспыхнуть. Сейчас они все находятся, 8 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии. Более того, можно сказать, что реабилитацией и госпитализацией занимается Центр детско-неотложной медицинской помощи города Алма-Аты. В БСМП больница скорой медицинской помощи здесь 14 взрослых, 12 пациентов, состояние которых не вызывает беспокойства. Кроме того, одному пациенту была проведена небольшая операция на области голени. В Центрально-городской клинической больнице 5 пациентов, которые находятся в сознании. Также 2 пациента после осмотра были отпущены под амбулаторный досмотр. В целом, вице-министр здравоохранения сказал о том, что сейчас собраны и реабилитированы все силы. В частности, в столице, в городе Нур-Султан, проходят консилиумы с самыми высококвалифицированными специалистами. И выражают большую благодарность, конечно, жителям Алматы и регионов за то, что откликнулись и пришли сдавать кровь в пункты приема крови. Вот это, если подводить предварительные итоги о развитии событий, мы будем ставить вас в известность в следующих выпусках. Владимир, но все-таки известно ли что-нибудь о судьбе детей, то есть о пострадавших детях? Что сейчас с ними? Ну, некоторые дети, получается, получили травмы в городской больнице. Это вот... И другим детям сейчас оказывается интенсивная терапия. Но, понимаете, сами врачи, они не дают никогда стопроцентных каких-то прогнозов. Они говорят, что делают все, что от них зависит. И о каких-либо изменениях они будут сообщать обязательно. Вот, собирая небольшие брифинги или же выпуская определенные информационные сообщения. Ну вот, а нужна ли помощь медикам? Мы знаем, что в разных регионах Казахстана сдают кровь для пострадавших. Да, вот здесь тоже я могу добавить то, что в настоящее время, во-первых, открыто два пункта приема крови. Но, как заявил сам вице-министр, вот сама просьба проявить свою гражданскую активность, она прозвучала не от Министерства здравоохранения, не от других, скажем так, ведомств. Да, а именно она появилась от общественных деятелей и тут же была подхвачена всем населением, как в городе Каскелени, так и в Алматы. Кроме всего прочего, была информация об определенном дефиците крови резус-фактора минус, а также четвертой группы. Но, как сказали врачи, к концу, уже где-то к пяти часам вечера, полностью все было, все резервы были восполнены. В настоящее время дефицита никакого нет. И центры, они продолжат работу свою, но уже в понедельник, вот через два дня выходных. Почему? Потому что есть запас. Вот это вот такие подробности, которые к этому часу есть. Спасибо, Владимир. Я напомню, о состоянии пострадавших рассказал Владимир Бовкис. Владимир Бовкис.